Я рад всех приветствовать, Блендер 2.81 и давайте в этом ролике рассмотрим именно походку. Какая она бывает, как она делается и так далее. Так, вот опять будет подопечный болван. И вот вам уже знакомый персонаж болван. И давайте посмотрим как сделать ему походку. Ну, тройка на нампаде, берём первую ногу какую-нибудь, ну вот эту подошву выбираем, тройка на нампаде, жмём G и ставим ногу где-то, ну допустим, вот тут. Опять не забываем вот за эту полосу, сейчас я вам её покажу. Вот за эту нижнюю полосу не забываем, чтобы уровень земли был. Оказывается можно рисовать и рассказывать, вообще классно. Так, ну я пока сотру это всё дело. Так, вторую ногу выбираем опять же подошву, не путаем косточки, тройка на нампаде и делаем G вот сюда. Вот опять же до этой полосы. И уже как в прошлый раз я объяснял, что когда у нас ноги именно расставлены, мы делаем именно подъём. А когда ноги у нас вместе или поднята нога, сейчас я вам покажу, то будем делать именно опуск тела. Вот у нас, возможно, первый кадр. Вот так вот. И нажимаем АИ, положение и вращение. Опять же мы находимся в режиме позы. Вот первый кадр ключевой у нас есть. И будем делать, чтобы всё это дело быстрее, анимация шла. Будем теперь делать, ну давайте, десятый кадр. Смотрим, что да как. Теперь вот это тело мы перетягиваем с G вперёд. Вот так. И немножко можно теперь опустить вот так вот ногу. Вот таким вот образом. И смоем, нажимаем АИ, положение и вращение. Смотрим, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая штука. Вот с верхней точки, с расставленными ногами, болван чуть-чуть передвинулся вперёд. И ноги расширились, ну и колено согнулось, и тело опускается чуть-чуть вниз. Теперь что мы можем делать? Теперь мы берём вот эту ногу G. Или вот ещё какой вариант есть, вот G нажимаем. Переносим теперь вес вот на эту ногу. Это чтобы вам проще делать было ходьбу. А вот эту ногу уже можно G и поднять вот сюда. Вот так. И немножко R перекрутить. Вот таким вот образом. Это уже у нас будет следующий кадр. Это будет у нас, допустим, десятый, а это будет двадцатый. Повторяем всё дело. Не забываем переключаться между кадрами. Нажимаем G. Выпрямляем ногу. Вот чуть-чуть его поднимаем ровно. Теперь берём вот эту ногу. G. Подтягиваем колено. Вот так где-то. И жмём R. Выкручиваем стопу. Так. Вот где-то так. Вот. Таким вот образом. Так. Ctrl Z. Как говорится, что-то пошло не так. Но это мы подправим. Ctrl Z. Не выбралась именно площадка. Но это вот поправимо. Р. И вот так всё выкручиваем. Колено уходит чуть-чуть вперёд. Немножко теперь балансируем модель. Вот таким вот образом. Ну и можно выбрать нижнюю кость. Вот эту вот центральную. Нажать 3 на нампаде. И с помощью G или MOV увести именно на центр. Чтобы модель опять же была по центру. За исключением, если он делает какое-то движение куда-то там. На куб. На скалу. Прыгать будет именно через какой-то там водопад. Ну, к примеру. Нажимаем A и положение и вращение. Смотрим, что у нас получилось. Вот идёт нога. Следующая нога поднимается. И теперь что? Нога должна уходить. Так, это нам теперь нужен 30 кадр. Вот эта нога должна уходить теперь вперёд. Как это всё делается? Теперь мы подаём вот этот куб G вперёд. Где-то вот так. И вот эту ногу ставим G вот сюда. Вот так. И немножко её так не туда. Выкручиваем. И приподнимаем G. Вот так вот. Чуть-чуть вбок уводим. И опять же R выкручиваем вот так вот. G. Сегодня у меня почему-то мышка не слушается. Ничего. Сейчас всё это дело подправим. И теперь опять тройка на налпаде. Эту ногу можем увести G сюда. Вот так. И чуть-чуть это всё G сделать приседания. Ну вот руки у нас ушли. Их надо тоже поправлять. Вот так. Сначала делаем ноги, а потом будем разбираться уже с руками. Ну вот опять же мы в позе. Жмём A и положение вращения и смотрим, какая у нас была первая поза. Вот вы видите ноги расставленные. Здесь у нас ноги тоже расставленные, но чуть-чуть надо их выпрямить. И можно это перезаписать G. Вот так чуть-чуть их приподнять. Жмём A и положение и вращение. Вот получается теперь у нас здесь три кадра. И с другой стороны у нас тоже должно быть три кадра. Это вот у нас правая нога. Здесь сейчас у нас будет работать левая. Вот теперь мы на сороковом кадре. Сначала можно всё это дело подправить. Тройка на нампаде. И немножко увести, чтобы модель не скакала. Опять же по центру её поставить вот так. Select Box. Следом опять уводим G. Вот сюда вот так вперёд нашего персонажа. И вот эту ногу можно R, G, R и вот так вот поднять. И R немножко выкрутить. Вот есть ещё такой вариант. Нажимаем A и положение вращения. И смотрим, что у нас вообще получается. Вот у нас пошёл шаг. Потом у нас вот нога уходит. Следом у нас идёт опять шаг. И вот у нас теперь нога приподнимается. Вот так. Это с добавлением больших шагов. Теперь вот что можно сделать. Опять же мы уводим модель вглубь. Вот так по центру её ставим. Select Box. И вот эту ногу. Вот эту ногу. Теперь G поднимаем кверху. Вот так. Корпус теперь G. Уводим вперёд и приподнимаем ту ногу. Вот таким вот образом. И вот эту ногу можно R чуть-чуть выкрутить. Ну вот что-то в таком духе. Смотрим с этой стороны, как она выглядит. Можно немножко G всё-таки вот где-то вот так увести. Ну вот такая штука получилась. Жмём А. И положение и вращение лоб-рот. Вот так вот. Смотрим опять, что тут уже. Вот уже болван совершает шаги. Вот так вот. И зациклим теперь. Вот эта нога у нас уже есть. Она вот у нас находится вот здесь. Поставим 50 кадров. Enter. И попробуем посмотреть всю анимацию. Вот он делает шаг. Поднимается нога до колена. Это два кадра. Нога опускается. Это ещё один кадр. Опять идёт подъём. Тело переходит на ногу несущую. И теперь должна уйти вот нога. Вот этот первый кадр. Shift D. И ставим его на... Так, 40-й, 50-й, на 60-й кадр. Ставим на 60-й кадр. И здесь конец ставим 60-й. Ну и смотрим теперь, как всё это дело происходит. Вот он идёт. И здесь мы включим уже play. Вот на этом кадре. Вот он уже мягче переходит. И пошёл опять шаг делать. Теперь рассмотрим, что происходит у нас спереди. Вот у нас вот эта нога. Вот. Если шаг на неё наступаете, то тело немножко уходит вбок. Вот сюда. Давайте попробуем. Вот берём теперь за куб. Вот за этот. Находим теперь наш первый кадр. Ставим посередине и нажимаем G. Немножко вот так уводим вбок. Ну вот сверху, что ещё происходит сверху? Когда вы идёте вперёд, то у вас уходит нога назад. И вот эта часть тела должна перекрутиться. Семёрка на нампаде. Жмём. Нажимаем R. И вот так чуть-чуть это дело всё перекручиваем. Вот теперь получается вот ушёл таз. Всё нормально. И идёт перекрутка. А, и положение вращения. Можем перекрутить. Что ещё происходит? Вот движение головы. Если вы будете ей двигать, допустим, головой. Это через R английскую. Приподнимать где-то, опускать. Тоже очень важно. Будет красиво выглядеть. Смотрит чуть-чуть влево. Уходит голова чуть-чуть, допустим, с телом к ноге, которая идёт. Вот так вот. Здесь у нас получается, что вот эта рука. G тоже можно вставить руки. Выкручивать их. G вытягивать куда нам надо. И опять же G подгонять где-то что-то, чтобы не было деформации плеча. И вот теперь рука может уйти, допустим, по ноге. Ну, это вот G. Вот к этой ноге уходит эта рука. Чуть-чуть можно её согнуть. И R чуть-чуть в кисти. Вот таким вот образом. А вот эта рука теперь может уйти G вперёд. Вот к этой ноге. Опять же, R выкручиваем кисть. И чуть-чуть её выбрасываем, допустим, где-то вот так. Эту руку R чуть-чуть перекручиваем и G немножко, допустим, вот сюда вот так уводим. А эту руку G немножко сюда вот так вот. И вот смена, допустим, вот направления кисти, смена движения рук, поворот тела, поворот головы уже будет смотреться прикольно. А и положение и вращение. И вот таким вот образом уходит нога теперь на 10-м кадре вот сюда. Можно эту руку теперь закинуть ещё побольше. Вы сразу руками потом, когда будете делать анимацию в руки, сразу опускайте. И делайте анимацию уже всё подробно со всеми частями тела. Не как вот я сейчас для объяснения. Вот теперь, допустим, вот эта рука чуть-чуть поднялась ещё выше. Ну, таким вот образом. А эта рука уходит, ну, допустим, G, где она и была. Вот сюда. Где-то вот так вот. Здесь где-то можно её опять и прикрутить. Поправить где-то плечо, если ушло. Чуть-чуть можно вытянуть. И переписать этот кадр. Да, и положение и вращение. Ну, теперь смотрим, что получилось. Вот уже пошла какая-то динамика. Он уже приседает, он уже поднимается. Всё прикольно. Уже руки и тело могут двигаться в другом направлении. И вот, когда он переходит вот на эту ногу, так, где вот, вот на эту ногу, вот она. Здесь уже делаем то же самое, только в другую сторону. Допустим, G, наклон, семёрка на нампаде, R, и уже крутим в другую сторону таз. Вот так вот. Ну, и руки, соответственно, это уходит рука сюда. Всё делаем зеркально. Ну, и с головой не забываем работать. Где-то можно ещё добавлять наклоны G. Вот так вот. Там где-то он вперёд выдвинулся. Где-то там, допустим, вот назад. Это вот понадобится, когда вы будете делать позы, допустим, когда он крадётся, когда дерётся и так далее. Ну, словом, как смог, объяснил, показал принцип. Первый и последний кадр – это вот цикличность. Следом идёт кадр. Два кадра идут первого шага. Центральный именно кадр, который промежуточный. И опять же два кадра. И зацикливается именно анимация. Ну, где-то вот так вот. И давайте теперь посмотрим на примере, когда он крадётся, как всё это дело происходит, если применить все вот эти движения рук, таза, головы и повороты вот этих вот таза и костей именно по направлению движения. Вот такой гражданин. Вот такая поза. Это вот он крадётся. Вот вы видите, что уходит вперёд. Нога приподнимается и выдвигается вперёд, а тело уходит назад. Вот такая у него становится поза. Вот так. Вот так вот ходит человек, который чего-то опасается, крадётся куда-то на склад, наверное. И вот такие у него движения. Вот так он выглядит спереди. Руки пошли вперёд, тело назад. Опять вот смотрит, опять вперёд. Вот такая вот получается анимация. В следующем ролике покажу ещё мультяшную ходьбу. Кому нужны вот эти вот, как, поэтапки, раскадровка, я вам могу её отсканировать, снять скриншоты и прислать поэтапно. Но опять же в контактах. Вот первый кадр. Это вот второй кадр. И вот так я вам могу полностью в одном файле, сделанном, прислать его ходьбу. Но она, конечно, не идеальна. Можно ещё добавить промежуточные вот эти вот кадры, чтобы он более-менее мягче, плавно ходил. Ну, в принципе, ходьба у него нормальная. Лучше, чем была ходьба у первого болвана, кто по роликам видел. Там был эксперимент на высокополигональной модели. И ещё там у него были недостатки валом. Подписчик один или гость канала заметил это, написал, попал прям в точку. Ну, вот такие дела. В следующих роликах будем рассматривать походку медведя, а потом рассмотрим уже ходьбу вот этого персонажа, уже мультяшного такого, как Винни-Пух. Мультфильм, кто видел, как он ходил. Ну, вот таким образом. Всё, всем пока, до свидания. Строго не судите, как смог, так объяснил процесс вот этого вот всего движения. Откời.